Вы занимаетесь психологией. Какой психотип может зарабатывать на бирже? Биржа – это... Я могу рассказать свой путь, и как я это вижу, как я это понимаю. По-другому я могу, конечно, я как психолог могу, но так проще, наверное. То есть всю свою жизнь я пытался искать вариант, который мне подходит. Мне повезло, я поехал в Индию, мне сказали, я это принял. Еще раз, я это принял. Несмотря на то, что я доставник, несмотря на то, что я учитель и могу действительно научить, есть чисто узкие специализации, где я знаю, что лучше меня все равно никто не научит, как бы это ни звучало. Но вот так. Я могу доказать. И вот я, когда познакомился с этим, я работал риэлтором, и мы сидели там с нашими риэлторами. Во-первых, надо хотеть. Если не очень хочешь, как говорил Живанецкий, то не очень не получаешь. Поэтому хотеть надо, это первое. И второе, надо посвятить этому буквально все. Не имеет значения условностей, не имеет значения ваши близкие, далекие и так далее. Не имеет значения. Потому что вы можете знать лучше, чем они видят и знают. У каждого человека есть свое видение и свое право на решение. Оно может быть такое, оно может быть другое. Его ни в коей мере нельзя не осуждать. Никак. Я лично, когда сидел с этими ребятами, у них между собой был разговор про стаки. Стаки – это акции компаний. Мне показалось это интересным. Я спросил, а что это и как. Они начали объяснять, вот надо вот это, надо это, а что для этого надо. Короче говоря, я, так сказать, мне это стало интересно, потому что с детства я занимался головоломками различными, интеллектуальными, скажем так. Вот. У меня было море книг, где надо было решать всякие тесты интеллектуальные. Вот. Ну, так было интересно. Вот. И мне показалось, что это тоже интересно. Вот я стал эти вопросы изучать. Я, ну, очень скоро я уже знал больше, чем они знают. А потом я понял, что один я ничего не смогу сделать. По книгам не учатся. Книг у меня было море. Вот. Я их читал, я их скачивал, там много, много всего. Я пошел учиться. Учиться – это очень тяжело. Учиться – очень тяжело. Это же не учишься, когда тебе 17 лет или 7 лет. Это же учишься уже в возрасте достаточно таком серьезном. Вот. И я понял, что это духлый номер, поскольку от курса в курс я понимал, что меня дурят. Дурят нашего брата. Это был кошмар какой-то. Я тратил деньги, деньги, ничего я не… Ну, я, конечно, нарабатывал. И потом так получилось, что это был 2000 год, в Фьюстоне был семинар, который стоил серьезные деньги – 2695 долларов. Как сейчас это помню, было сколько, 20 лет назад. Это был сам семинар. Значит, пятница, суббота, воскресенье. Пятница – это было два с половиной часа. Суббота – это было шесть часов, и воскресенье – это было три часа. Вот. Это все стоило 2695 долларов, не считая перелеты, не считая гостиницы, не считая питания, ну, и каких-то там дополнительных эти самые деньги. Вот. И я понял, то есть было, звучало все классно. Делал индусы. Что мне интересно. Индусы – ребята умные, конечно, не спорю. Вот. Но они уже адаптированные к нашему современному цивилизованному обществу. Индусы. И они уже все по-другому. Кстати, теперьшний вице-президент тоже одной стороной оттуда. Вот. Ну, действительно, они очень умные, толковые. Но потом выяснилось о том, что это была красивая, очень красивая обертка, которая была завернута в обертку. Сами знаете, что. Вот. Толку этого не было, но там было 37 человек, по-моему, 37 человек со всех штатов. Это все собрались в одном доме. Огромный был дом. И вот все собрались на вот этот вот вебинар. И я с ними пообщался, а дальше я начал вычленять уже специфические какие-то моменты и начал брать курсы. И вот я взял один курс, который положил основу моей уже моему обучению, которое я обучаю уже лет 15, поскольку больше нет этого вопроса. Вообще его не существует. В мире его нет. Поэтому биржа в принципе, в принципе, если подходить к этому вопросу, очень и очень и очень не для всех, потому что у человека есть менталитет. Первое. А второе, у него есть предетермен майн по-английски это и запрограммированный ум. Биржа не для меня, биржа это лохотрон, вот у нас писали в чате. Я всегда читал, что биржа лохотрон. Лохотрон, биржа это для тех, кто не понимает, что такое биржа, и для тех, кто является владельцами лохотрона, так называемого. Поэтому первое, это очень тяжело, это не для всех, это для единиц, но это потрясающая возможность, возможно, единственное в мире, вырваться под влияние всех условностей и всех своих работодателей и получения независимости. В идеале, если вы можете делать, вам надо компьютер, вот компьютер, не виден, ну, второй монитор, и у меня окружено, если я бы вам показал, что здесь происходит, то это как космический корабль. Монитор вот такой вот, даже не видно рук моих, сколько, больше метра в длину, вот, еще три монитора, еще два лаптапа и так далее. Это работа, и тут в этой работе надо соблюдать условия и так далее. Но, еще раз повторюсь, это возможность и очень серьезная возможность быть независимым и делать то, что хочешь, когда ты хочешь и получать теоретически сколько ты хочешь. и так далее. Спасибо.